Дорогие пока немногочисленные коллеги, студенты, друзья, я вас приветствую на второй день нашей конференции Эрос и Тонатос. Название классическое, но подход, как вы убедились, не совсем. Традиционно психоаналитический, он трансперсональный, как вчера прозвучало в некоторых докладах глубоко уважаемых медиков. В основном у нас сегодня второй день конференции. Как когда-то сказал поэт, зима крестьянин торжествует. В институте психоанализа до сих пор нет тепла. Видимо, происходят критические очередные испытания самого великого российского климатического оружия. в русской зимы, как мы знаем, с помощью этого оружия мы победили Наполеона, Гитлера, ну и говорят, там победим всех следующих врагов. Так что нужно быть в форме. И институт психоанализа нам дает для этого шанс. Второй день конференции посвящен еще более ошеломляющим перспективам в отношении Эроса и Танаса, особенно Эроса. И первый выступающий Евгений Устошкин, один из молодых и выдающихся, я считаю, лидеров российской трансперсонологии, один из главных проводников и развивателей интегрального подхода. Женя является инициатором, главным редактором интернет-журнала Эрос и Космос. Какое сочетание замечательное. Космос, беспредельность, слово греческое, он исследован нам от Милецкой школы, показывающий безбрежность человеческой жизни. И Эрос, главная энергия, состредоточие в человеческом измерении жизни, энергии, как она проявляется. И я так полагаю, что этот журнал является вот той точкой, откуда та перспектива, которую олицетворяет Женя и его непосредственно ядро рабочей группы этого проекта, как раз и через эту перспективу они и видят мир. Итак, Евгений Устошкин, Эрос и Космос, что же дальше, да, в груди этого? Что же дальше, как бы? Можно даже попробовать включить, сразу показать наш журнал, пока он загрузится. Здравствуйте, все, доброе утро. Я волновался, что опоздаю, но в итоге оказалось, более-менее вовремя пришел. Ну, Эрос и Космос, помимо того, что это такие вот древние термины, они, возможно, вы знаете, они встречаются в книгах Кеновилбера, нашего, вот если меня назвали выдающимся, то я не знаю, как можно Кеновилбера назвать, то, наверное, это... Выдающийся российским, из молодых. Да, из молодых квалификаторов. А вот Кеновилбера, я, по крайней мере, считаю, многие это выдающимся всепланетным, из уже там душою молодых мыслителей. Вот здесь вы видите наш сайт eroscosmos.org. По-моему, каждый точка.ру действует как редирект на него. Вот это наш сетевой журнал. Вот здесь такая вот анимация. Эрос — это помимо того, что... То есть все, что там Фрейд связывал с либидо, с сексуальной энергией, в философии Уилбера, которая опирается на множество различных традиций, это импульс, оливлечение или стремление к самотрансцензиции, к расширению своих границ, к саморазвитию, самоактуализации на самых разных уровнях, не только на уровне, так называемой, допустим, второй чакры или сексуальной энергии, то есть на самых разных. И космос — это целостность или всеединство, как сказали бы наши отечественные философы XIX века, всей Вселенной. И этот космос посредством вот этого эроса или своего собственного стремления к самопревосхождению, он постоянно эволюционирует и порождает новые уровни сложности, комплексности. И этот импульс эволюционный в этой интегральной философии действует в каждое мгновение. И прямо сейчас он действует для того, чтобы собрать нас здесь, условно говоря, чтобы мы здесь пытались как-то из каждого мгновения творить новизну. Потому что у каждого мгновения есть какая-то карма своя, космическая карма, то есть вся предыдущая история становления этого космоса. Но каждое мгновение, каждое последующее мгновение порождает нечто новое. То есть у нас прямо сейчас с вами есть возможность либо оказаться и продолжать быть в такой тюрьме вот этой космической памяти и не осознавать себя. А если же мы добавляем немножко пустоты, тишины, вот это вот осознавание настоящее мгновение и делаем то, что называется в интегральной теории метапрактикой, например, некая форма медитации, как разотождествление со всем, что происходит в настоящем, мы тем самым, согласно Уилберу, упускаем некую новизну в настоящее мгновение. И если мы это делаем коллективным образом, например, в трансферсиональном сообществе, то это фиксирует или обеспечивает какие-то такие очень процессы сотворения нового. С утра мне сложно говорить, потому что я вообще сова. Для меня это редкое время, когда я что-либо делаю. Цель нашего журнала — это информировать об интегральных и трансферсиональных подходах. Не с мифических позиций, хотя мы их уважаем, но с таких постметафизических позиций, то есть попытка рационально подходить к духовности и исследовать надрациональные какие-то состояния и как выбор указывает структуру сознания. У нас есть еще второй проект. Я еще секунду скажу. Вот здесь вы видите статьи. Мы стараемся раз в неделю хотя публиковаться, но у нас есть план три раза в неделю. На днях мы начнем фандрайзинговый проект. В течение месяца будем собирать средства. И я вас приглашаю, если вы зайдете на сайт, вам понравится тоже поучаствовать в этом. Это не все расходы покрывают, но покроют основные технические расходы и поможет существовать тому журналу. Но второй проект, который мы ведем с Димой Барановым, который вот здесь сидит, это iPractic. У iPractic есть краудфандинговый проект по финансированию изданий электронных книг. В основном электронных книг. по интегральному подходу и трансферсиональной психологии. Вот, например, радостная новость. Я сообщаю вам, первые вообще люди из официальных собраний, которые знают новость. Нам удалось собрать деньги на издание электронной версии сексо-экологии духовности. Это основной труд Кеновилбора. Это проект, который мы ведем с Володей Майковым, с Сашей Нариньяном. Мы здесь еще не обновили информацию, но вот как бы удачи. Поэтому еще где-то полгода или там месяца восемь работы, потому что книга большая. Мы ее доведем до издания и преобразим все наше общество. А к тому времени второй том будет? Да, к тому времени будет второй том. Второй том я уже здесь я буду выступать как научный редактор, Саши Нариньяни как литературный редактор. А второй том наверное я буду уже переводить. Вот я еще здесь принес наше вообще издание книг, вообще любое книгоиздание, если вы не знаете, наверняка вы знаете, это очень трудоемкий процесс. У каждой книги есть своя карма. То есть некоторые книги два года ждут свое издание. Вот сексо-экология духовности сколько он там не ждал. Вот я принес с собой две книжки, которые я перевел. Это «Теория всего». Она уже сейчас исчезла из продажи, почему-то, но вроде бы ее где-нибудь можно найти. Может быть на складах я ее все обращаюсь к издателю, чтобы он наконец-то ее со складов взял и в магазин направил. Но пока что ее нигде не купить. Теория всего Кино Вилбера и краткая история и все. Раньше было другое издание краткой истории всего в другом переводе. Там были ошибки в этом переводе, поэтому поскольку книга очень важная, я вот заново перевел тоже. Редактором является Саша Нариньяни, он редактор серии Самадхи, если вы наверняка скачали его книги по тибетскому буддизму, не только тибетскому буддизму, это очень высококачественные переводы. А вот здесь такая вот вторая, второе крыло деятельности Саша, он как покровитель такой интегральной серии книг. И, кстати, вот я тут взял два экземпляра теории всего и один экземпляр краткой истории всего. Если вы захотите, вы можете меня приобрести, если вам интересно. Так, я вот здесь напишу, чтобы вам были видны эти адреса. Как бы в принципе понять в истории Эрис Космос. У Айпрактика есть свой магазин, также книги Айпрактик, которые мы издаем, они доступны на Озоне, но, по-моему, лучше на Литресе, там, на Букмэйте они тоже есть. Вот, еще мы издали вот книгу Кена, ну, это электронная книга изначально была и остается четвертый поворот, это попытка наметить перспективы интегральной религии, интегральной духовности на примере буддизма. И в следующем году выйдет более полная, развернутая на английском языке версия этой книги, мы надеемся, ее вот в течение пары лет это все, потому что каждая книга требует там трех-четырех месяцев перевода одного, потом еще там несколько месяцев редактуры, все, но мы стараемся это приносить в голову. вот у нас тут есть интервью, пока проскроили, очень рекомендую с вебтом повыше, с Ваней Вырыпаевым, очень хорошее интервью, директор, я главный редактор журнала «Реца Космос», директором журнала является Виктор Ширяев, вот он вместе с Иваном Вырыпаевым в течение нескольких месяцев проводил курс подготовки актеров с помощью интегрального подхода. Иван очень большой поклонник трудов кино Вилбера и интересуется и трансперсональной психологией, и Иван является художественным руководителем театра практики, у него вышел недавно фильм «Спасение», если вы не видели, очень рекомендую это, напрямую трансперсональная проблематика. Сейчас премьера была его спектакля «Махамай Электроник Девайсис», там даже есть отсылки к книге «Киновилбера Никаких границ», пожалуй, его самая популярная и простая в изложении книга. Фильм «Спасение» в сети уже есть, да? Или нужно в кинотеатре? Нет, в кинотеатре, я рекомендую очень в кинотеатре, чтобы поддержать отечественного производителя. То есть он сейчас идет в кинотеатре? Да. Там в фильме и вообще в театре «Практика» играет часто Хазимир Лиска, это американский актер, который приехал в Москву и выучил русский язык и играет в спектакле, например, «В Иллюзиях», насколько я знаю, он играет Угра Паева. Он сейчас поехал в Денвер по личным делам, но он часто заходит в гости к Кену Вилберу, они часто с ним беседуют. Есть видеозапись беседы, ну, во-первых, есть видеозапись беседы Володи Майкла с Кеном, одна из недавних интервью, и когда-нибудь она увидит свет, то есть она есть, как так понимаю, фрагменты вошли в твой фильм, да, в премьеру, то есть приходите на премьеру, если куда-то будет показы. премьера будет в ноябре на канале «Психология-21». Вот, в ноябре на канале. И более полная версия, мы постепенно, то есть в прошлом году мы опубликовали, в начале года, транскрипт, но поскольку транскрипт, там, три часа видео, я сделал час, но нужно выделить себе пять, там, семь дней просто работы, чтобы все это транскрибировать. Вот, такую основную часть я закончил, такую, по объявлениям, собственно, ради чего я здесь пришел, потому что у меня нету какой-то подготовленного вам доклада и теории, которые я мог бы вам продвинуть, то есть я мог бы вам рассказать там про интегральный подход, про что угодно. А как возникло название «Эрос-космос»? Да, название «Эрос-космос», да, ну, можно приступить к такому идеологическому режиму, и первый вопрос, как поступило, как появилось название «Эрос-космос»? Оно появилось очень интересным образом. Мы с Димой и с командой ребят обсуждали о том, чтобы хорошо было бы сделать нечто вроде интегрального форума, интегрального фестиваля, интегральной конференции, и разбирали различные названия. И я медитировал, так размышлял на эту тему, и мне явилось название «Эрос-космос», потому что «Эрос-космос» является основными понятиями в интегральной философии я уже развернул, что не значит примерно. У меня, конечно, не получилось, как у Кена вам дать прямую передачу этого все равно, читайте его книжки, я стараюсь переводить. Но мы отказались такого названия для фестиваля, потому что подумали, что «Эрос-космос» вызывающий там был в то время. Но и фестиваль тоже не состоялся, думаю, может быть, из-за того, что мы отказались с этого названия. А потом, вот полтора года назад мы обсуждали, встреча у нас была с Виктором Ширяевым и с Глебом Калининым, который является техническим директором журнала, очень талантливый веб-разработчик. И в беседе мы обсуждали какие-то другие проекты, но возникла идея, что есть много всяких материалов, которые мы переводим, какие-то издаем по трансперсиональной психологии, по интегральному подходу, но все это пропадает в социальных сетях, то есть ВКонтакте, Фейсбуке, и нету какого-то места, куда можно это все публиковать. И подумали, да, нужно все отложить и родить такой журнал сетевой, чтобы в нем можно было публиковаться. И в нем, на самом деле, может публиковаться каждый из вас. У нас есть редактура, редакторский совет, то есть не все материалы мы принимаем, мы отказываем публикации, если это не подходит как-то по идеологически, идейно или по качеству. Но вот если наверху проскролить, там есть раздел автора, и в разделе автора есть форма, куда можно написать присылать свой материал. Если он по трансферсиональному психологии, по интегральному подходу, по медитации, если вы посмотрите манифест журнала, прочитаете, и вы срезонируете, то вы можете присылать, и мы рассмотрим, с удовольствием поможем это редактировать. И название, собственно, из той несостоявшейся интегральной конференции, оно перешло в журнал, потому что я сердцем своим чувствовал, что это очень важные два словосочетания. С одной стороны, это провокационное, конечно, словосочетание эрестом, и сразу же у всех возникает эротическая направленность журнала. Но этот журнал действительно эротическая направленность, потому что нет ничего более эротичного, чем то, чем мы с вами занимаемся. Чем любовь к знанию, да? Да, чем любовь к знанию во всех смыслах. То есть мы познаем Вселенную прямо как сам журнал возник из мы обсуждали в исламе есть такое понятие у него произведут, потому что забыл термин. Понятие духовного долга вообще нет. Я обсуждал просто с исламоведом этот вопрос. Сам я в меньшей степени знаком с исламской традицией, но мне очень понравилось это понятие. Потому что если есть сообщество практикующие условно говоря ислам, или какое духовное течение или не обязательно духовное можно распространить на профессиональные какие-то сообщества, и ты являешься членом этого сообщества, и ты видишь, что у этого сообщества есть какая-то потребность, которая никем не удовлетворена. То есть никто не удовлетворяет потребность, никто не служит таким образом, чтобы это сообщество продолжало существовать. Духовный долг такого человека, если он видит такой вакуум в этом месте, начать его заполнять независимо от того, чем он занимается в своей жизни. Если он видит, что есть пробел, его нужно заполнить, он должен идти и заполнять его. нет, я просто показываю на пробелы. Пробелы здесь у нас находятся. С другой стороны, если он видит, что пробела нет, что кто-то уже выполняет деятельность, которая в его когнитивной карте видна как необходимая деятельность, он может спокойно вздохнуть, расслабиться и идти по своим делам. Я думаю, что в каком-то смысле понимание духовного долга и служения проявляется и в нашем журнале, потому что мы уже существуем с поскольку у нас начало было до того, как мы официально объявили, то есть мы существуем наверное полтора года. Целых полтора года? Да, я думаю, что мы полтора года существуем. Нет, сейчас. В 2013 году осенью мы наверное начали публиковать первый материал, 2014 прошел, сейчас почти два два года или два спорта. В общем, вот эти пару лет мы существуем уже и все это время мы существовали на своих усилиях, то есть это чисто наше творческое и самоактуизательство, если не будет говорить, что такое служение, как юродивые ходили и делали что-то, что мы не хотели делать, то есть я лично, честно, сознательно принял это решение этим заниматься, там может быть 80% материалов это переводные и 80% материалов переводных я перевел, мне никто за это не платил, я это делаю, потому что в свое время я понял, что никто платить за это не будет вообще, но это было несколько лет назад, и нужно проявлять щедрость своей душе и уйти от менталитета бедности и нищеты, когда я мотивируюсь только той деятельностью, которая точно мне отплатит финансово. И странным образом, как говорят эти ньюэйджеры, вселенная начинает способствовать этому, если вы действительно делаете это от всего сердца. Это точно. Да. То есть деньги, как говорят... Никогда ничего не просите, сами придут и все дадут. Я просто хотел сказать, что, как ньюэйджеры тоже говорят, деньги — это любовь. Я думаю, что если с этой стороны подходить к этому, то как одно из проявлений вот этой космической любви или эроса, поэтому очень важно не создавать у себя какие-то блоки и лишние проблемы с одной стороны привязанности, адективное цепление за денежные средства, а с другой стороны контрзависимостной такой тоже привязанности, когда я говорю, что это все превыше меня, сколько я с людьми общаюсь. Это какая-то прагматическая часть реальности, которая посредует наши с вами взаимоотношения. Вы здесь, чтобы попасть на эту конференцию, вы делаете какой-то свой вклад финансовый, энергетический, и эта конференция состоится. То есть здесь нету такого, что есть какой-то продукт, который вам продают, и вам... Мы это обсуждали, как раз заходили после спектакля «Махамай Электроник Девайсис» к Ивану Варапаеву в гости, и он обсуждал о том, что разница между посещением театров на Западе и в России. На Западе, даже если спектакль очень плохой, европейский зритель, он приходит и смотрит очень внимательно, то есть он заранее занимает такую позицию, что на сцене это святое, а то, что вот здесь я, зритель, я должен попытаться разобраться, даже если там полная чепуха происходит, ну с нашей точки зрения, там какие-то странные люди, там трусы снимают, там матерятся, там и все остальное, такое контркультурное какая-то штука, они искренне пытаются увидеть концептуальное вот такое зерно и что-то получают из этого. У нас же театр, это к театру подходит то, что приходит зритель, и он рассчитывает, что его удовлетворят, что его развлекут. То есть он не рассчитывает на то, что будет работа, диалогического вовлечения, то есть ему нужно, чтобы его развлекли, и поэтому в России очень более требовательна театральная деятельность, как говорит Иван. Я думаю, что в России вообще более требовательна любая деятельность, потому что частично это является диалогом между людьми, которые что-то делают, людьми, которые взаимодействуют с этими артефактами, в том, чтобы помочь друг другу преодолеть какие-то стереотипы вот этого, то, что происходит, и выйти больше в диалог. Потому что основная особенность интегральной волны сознания — это отход от монологичности к идеологичности. И это, возможно, можно связать, если обращаться к трансперсональной тематике, к идее пустоты в буддизме Махаяна и его развития. То есть пустота как взаимозависимое совозникновение. Для меня это очень интересно. То есть я пытаюсь что-то сделать, но если я один пытаюсь сделать, ничего не происходит. А если мне удается как бы нащупать какую-то точку баланса реальности, то я вдруг понимаю, что вот нечто делаемое возникает как то, что отражается между мной и вами, условно говоря, между всеми участниками вот этого сообщества. И вот тогда возникает некая ценность, которая начинает видеть все больше и больше людей, она напитывается энергией вот этим эросом. И она становится какой-то очень важной, она проникает в сознание людей. И эта ценность, она не измеряется какими-то внешними, объективными параметрами, хотя это является частью, то есть не отрицаем я этого. Но если нет вот этой внутренней глубины, и можно сказать, то, что связано с эросом, с эросом связана всегда интенсивность прорыва в новизну. То есть это всегда во всех смыслах, там, в рациональных, социальных, эротическое возникновение это некая интенсивная плотность смыслов, которая является себя в настоящем. И, может быть, у вас какие-то еще вопросы есть? Может быть, пару слов Дима скажет, об Айпрактик, и те книги, которые сейчас в наличии можно приобрести через сайт, взаимосвязанные. Кроме четвертого поворота, там, да, что что-то можно. Что в наличии? Вот, в наличии приходите, у нас на сайт, у нас в наличии целый ассортимент книг. Интегральная духовность есть, я надеюсь, что когда-нибудь мы ее издадим в печати, это очень важная книга Вилбера, и проходите мы в нее, и смотрите, что на электронной версии издана, это вообще чистая случайность, что на электронной версии издана, она, эта книга должна быть издана в бумажном виде, это очень важная книга, и ее нужно читать вот всем людям, которые интересуются современной духовностью, то есть, это без сомнений, то есть, не революционная, по своей глубине и объяснительная силия идеи усказывается. Почему-то пока что я встречаюсь в социальных сетях, что она оказывает влияние, но поскольку это электронная книга, возможно, у людей может возникать такое неправильное мнение, что электронные книги не являются менее ценными, чем печатные книги, на самом деле, не так, то есть, совершенно не так, и особенно в нашей книге, мы к ним, ко всем этим книгам относимся как к печатным, то есть, у них своя карма, мы ее пытаемся разгребать, мы ее пытаемся, она проходит одну или две корректуры, одну или две редактуры, переводы. У нас документальный фильм интеграция науки и религии в какие-то священиях. в интернете есть ряд фильмов, какие-то из них сделаны интегральное христианство, есть много разных в ютюбе роликов с субтитрами, не у всех из них хорошие переводы в этих субтитрах, я роликами давно уже не занимался, но общее представление, чтобы получить какое-то видение в этой живой такой мысли, есть. Вот практика интегральной жизни, например, это практическое руководство, оно может быть простое такое введение для опытных практиков, но сама просто общая идея, что вам нужно практиковать не какую-то одну практику, не заниматься не только умом. Вчера было выступление Кена Вилдбера, впервые такое историческое событие, он три часа вещал, там, HD Live была видеотрансляция для канала Conscious 2, это онлайн-канал, бесплатно такая трансляция. И он говорил, что если раньше, вот раньше было разделение между путем ума и путем сердца, и все друг с другом воевали. Ну, это и трансперсональная психология, например, Володя, наверное, лучше даже меня расскажет, то есть, было такое, что вот мы все сейчас идем сердцем, а вот это все от ума, это не нужно. И это возникло, например, с неправильным толкованием буддизма, когда в 60-е годы буддизм, ну, там, он раньше пришел, но в 60-е годы особенно, когда возникло вот это, усилилось движение и хиппи, и все начинали понимать буддизм, как некий отказ от всех вообще ментальных построений, от всех воззрений, нужно вот только взаимодействовать с чистой реальностью и с остальным. Вот эти все когнитивные штуки, вот эти мысли, там, размышления, это все ни к чему, это на самом деле уводит нас от постижения всего, что есть. И вдруг оказалось, что вот такое понимание буддизма и остальных религий, оно совершенно не соответствует самому буддизму, а все равно этим религиям. Потому что, например, в благородном Восьмеричном Пути правильное воззрение является одним из основных столпов, из которого вы, возможно, даже и не сможете ничего понять и достичь, и в каких-то медитативных состояниях они будут совершенно бессмысленны, потому что вы не будете, зачем вы медитируете вообще? Ответ на то, зачем вы медитируете, определяется вашим мировоззрением. Именно правильное воззрение, правильное мировоззрение вы должны формулировать. И Вилбор говорит, что вот сейчас как бы уже отбрасываются вот эти вот дихотомии ум, сердца там и все остальное, необходимо одномоментно развивать ум и сердце свое. То есть крены в одной и другую сторону не должно быть, кроме как какие-то такие специфические моменты тренировки, когда я практикую какой-то сердечный путь, например, и стараюсь себя меньше думать, потому что у меня крен слишком большой в смысле. Мне кажется, в буддизме это всегда так было. Ваджа и колокольчик, праджа и упая, мудрость и сострадание это фундаментальная вещь. Поэтому он сформулировал это, может быть, на современном языке, но корять в этом буддизме кажется не совсем проблемат. Для европейского человека, который... Для европейского понимания буддизма вполне возможно. Для европейского понимания и современного такого. Я говорил именно о пласте последних десятилетий. Это вот такой эмержент эволюционный. Еще есть книжка, например, «Интегральные отношения и руководство для мужчин». Женщинам ни в коем случае не надо его читать. Автор пишет, что это только для мужчин. Женщинам ни в коем случае вам не поможет и будете раздражаться. Вот почему большинство покупателей этой книги женщина. Покажи еще там книжки. Синие парады. Очень важная книга тоже она. Я ее, к сожалению, не переводил, но переводчица очень хорошая Валя Турухина. Я помогал ее редактировать. «Бумерит». Очень-очень важная книга, чтобы разобраться, что происходит последние 20-30 лет в западной духовности. Когда трансперсональная или самотрансценденция оказывается захвачена эгоцентрическими и нарциссическими импульсами. То есть все мышление, что я создаю свою собственную реальность, это не некое такое диалогическое взаимное создание нашего договоря. Что я сейчас себе сформулирую намерение и вся Вселенная будет танцевать под мою дудку. Естественно, эта дудка она имеет в основном поесть хорошо, чтобы у меня квартира была в центре Москвы, какое-нибудь там хорошее. Кен рассматривает патологию, которая поразила поколение послевоенное американцев и европейцев. И оно через когда железный заново спал с грохотом, как китель Брежнева и хлынули все эти книжки, то в основном конечно же хлынули 90% книг такого ниэджинской направленности, многие из которых заражены нарциссическим видением мира, высоким, эгоцентризмом. Потому что на самом деле трансперсонально означает выход за пределы своего эгоцентризма и некое такое служение. Извините меня за то, что я в буддизм обращаюсь, это не обязательно ограничиться буддизмом, там и в православии тоже, но в буддизме некие совершенства, какие-то качества, которые мы хотим питать, которые помогают нам отказаться от своих каких-то мешающих нам же. То есть все наши страдания мы приносим себе сами в основном. Из-за того, что там действуем слишком корыстно. И это такая простая, правильная. Вот магазинчик у нас такой. Вот электронная книга «Интегральный город». Она сложная, она техническая. Если вы занимаетесь урбанистикой, то обратите внимание на нее. У нас есть коллега, замечательный, просто удающийся человек, Лев Гордон в Лужевске занимается развитием ассоциации развития называется «Аргон» Ассоциация развития города. Сейчас это проект не только на городском но уже на федеральный выходит, они получали премии за лучшее общественное отношение. Я так вам рассказал, извините, что не получилось там какое-нибудь шанс трансферционально было. очень интересное сообщение. Вы транслируете западную культуру в Россию. Есть ли какая-то обратная волна? Я очень хотел бы, чтобы работу Василия Васильевича Налимова вспомнили на Западе. Я даже разговаривал с Жанной, чтобы предложить у меня выход на западное издательство. Для этого нужно на самом деле более серьезное наше собственное отношение. То есть у нас в России есть дефицит. Мы все привыкли издушные нестабильные финансовые условия и жизненные условия к несистематической деятельности. А не хватает систематических трудов, публикаций внутренне, на свой рынок и на западный рынок. То есть посидеть там пять лет систематически поисследовать литературу, практики различные и предоставить продукт, который очень серьезного плана. И его транслируют тоже на Запад. На самом деле наш журнал это микс Востока и Запада. В основном конечно же я перевожу западные какие-то материалы. Однако вот идея есть постепенно выйти на то, чтобы вспомнить наше трансперсональное наследие. Не только Василия Васильевича Налимова, но вот эта замечательная культура, которая возникла к Серебряному веку российскому, отечественному. Тогда были такие поэты как Волошин, были в 19 веке Владимир Соловьев, который развивал теорию цельного знания. как мне Кен написал, когда он послал одну из цитатов Соловьева о том, что красота без блага истины, то есть она ничто, однако благо и истина без красоты тоже как бы ничто. Ну это я переврал цитату, конечно же. Он написал, что Соловьев является его одним из любимейших философов. Мы вряд ли помним и действительно обращаемся к этим всем интересным событиям, потому что наша память, вот если я говорю вначале о кармии памяти, то есть с одной стороны нужно как-то освобождаться от этой памяти, ее проживать, избывать, как говорил Василий Налимов, какую-то судьбинность свою, пытаться новые пути какие-то рожать, новые, более творческие. Однако также еще важно вспомнить свое действительно великое прошлое. Федор Михайлович Достоевский ходил на лекции Соловьева, то есть многие его, все его книги, они пропитаны такой вот русской мыслью. Женя, а если есть, например, английские статьи, можно в космосе их публиковать? На английском языке я имею в виду. Вот у нас есть версия in English. Есть, а то есть можно присылать и английские версии, русский и английский, хорошо. Можно, можно русском на английском просто с Виктором Федоровичем сейчас подумали о том, что может быть посылать там по-русски и английски. Я еще являюсь ответственным редактором по России журнала Integral Leadership Review, это интегральное обозрение лидерства. У нас там будет зимой спецвыпуск посвященный России. И я, у меня сегодня не доходят руки. Ладно, похож. Переключай, да. На воду я, если я веду. У меня не доходят руки сделать объявление, но я вас приглашаю, соедитесь со мной, если вы хотите что-то написать по теме. Лидерство, трансдисциплинарность, интегрального подхода, даже транспрессиональных каких-то подходов нужно писать на английском. И мы опубликуем это в Integral Leadership Review. Сроки, это конец октября, начало ноября, потому что уже в 1 декабря мне нужно будет выпуски отдать в эфир. Еще я хочу разводить какие-то мои статьи. В журнале, если вы зайдете, там есть пара отзывов. Один от Кена Вилгера, он там нас рекомендует во все. Второй от Сюзанна Кугройтер, она замечательная уважает и любит. Вот вы видите здесь мои какие-то статьи. Я как чокча, что вижу, то я говорю. У меня есть проект еще, тот, который занимается помимо своей издательской деятельностью, проекта Холосценденция. Мы проводим тренинги по интегральной психологии, саморазвитию, духовности. Я являюсь таким вот развивателем этой темы. У нас ближайший тренинг будет из 1 октября, 1 ноября по теме трансферсональной гештальтерапии. То есть гештальтерапия обычно, когда они доходят до вот такого столкновения с какой-то indifferent void, такой индифферентной, безразличной пустоты, если там возникают какие-то трансферсональные состояния сознания, такие присутствия такого глубокого, обычный терапевт, который не готов работать с трансферсональной проблематикой, он обычно так и заново начинает перемалывать этот личностный класс, максимум доходя до экзистенциального уровня. Трансперсональная гештальтерапия позволяет развивать, присоединять к гештальтерапии вот эти знания созерцательное состояние сознания. Если у человека есть выход в созерцательное состояние сознания, это ничто не гарантирует, что он будет, но есть возможность инструмента с этим работать. То есть я очень рекомендую классно-денцию свое как вот у нас в уфе будет через неделю вот спасибо большое вам спасибо причем передать слово другому докладчику я хотел бы вот вызвать на минутку владимир мекеда сюда полоть пожалуйста ты редкий гость и владимир мекеда инициатор и руководитель очень важного ресурса духовно-трансперсонального